Всем доброго, дыхого, мырного дня! Я рада вас, святата, на своему канале. Тростиночки, хочу напомнить, что сегодня вторник, а завтра среда. И завтра мы с вами отчитываемся в моем бесплатном мотивационном марафоне «Новая версия себя». Поэтому напоминаю, что сегодня обязательно подготовиться морально. И вот эту тему я случайно обнаружила в одной из групп, в которой я нахожусь, и все девчонки между собой общались. А как взвешиваться? А правильно ли взвешиваться? А когда правильно взвешиваться? А сколько раз правильно взвешиваться? И вы знаете, я увидела это такая, на мой взгляд, показалась животрепещущая тема. Поэтому решила ее вывести, скажем так, в отдельное видео, имея свой собственный опыт, как бы понимание того, как взвешиваться и в какое время. И хотела, конечно же, им поделиться. Но перед этим, девчат, я в очередной раз благодарю моих адекватных зрителей. Я в очередной раз благодарю своих хейтеров за то, что они очень так тщательно бдят за моими изменениями. И вот в одном из комментариев было написано, что страшная такая, мешки под глазами, жуть. Вы знаете, да, в тот день я действительно была очень страшная, скорее уставшая. Муж был из командировки, и мы не виделись, ну скажем так, какое-то время. Поэтому, да, ночь была бессонная. Я думаю, женщины меня поймут. Поэтому, да, вот, скорее всего, отечность, ну, способствовала тому, что было хорошо проведено время. Поэтому я, конечно же, дико извиняюсь за свой страшный взгляд, что я так, не подумав, вышла к вам в эфир на вашем. Поэтому, да, да, простите меня, пожалуйста. Ну, на это были причины. Поэтому я желаю, чтобы эти причины у вас были каждый день, и вы не сидели и не выливали свою желчь на моем канале. И самое интересное, что эта зрительница, одна из них, сидит на моем канале с самого начала. Я все-таки вступила в диалог, у меня было хорошее настроение. Я вступила в диалог, и да, действительно, зрительница пишет о том, что смотрит за мной и наблюдает с самого начала, как я жру овся на блины. Но я вам хочу сказать, что овся на блины я, ну, во-первых, ем, потому что я леди, я богиня. И все, кто смотрит этот канал, тростиночки, кто вимкнул в свою зузылоньку, они леди, они богинь. И, конечно же, новая версия себя. А мне вас искренне жаль, потому что вы с самого начала моего ведения канала сидите и жрете. Давайте работать. Но единственный момент, я вас не возьму ни в свой марафон, который идет у меня за донат, ни в бесплатный марафон. Вообще я вас никуда не возьму, потому что у вас очень плохая энергетика. Я не работаю с людьми, у которых плохая энергетика, потому что я подпитываюсь от хорошей энергетики, от вас. И вы получаете от меня тоже. С вами я вот категорически работать не буду, но на канале вас оставлю, потому что ваши комментарии помогают двигать, помогают развитию канала. Я вам очень благодарна за то, что вы все это время пишите. И еще один момент. Вы знаете, девчат, хочу тоже обозначить, когда вот такие вот выскакивают на моем канале, они почему-то стали активными. Я не пойму, либо там у вас сейчас в вашем заведении выходной, либо вам выдали телефоны уже, гаджеты. Потому что как-то так, знаете, какими-то такими волнами, то нету, нету, потом опять выскочили, то нету, 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 опять выскочили. Если можно, напишите, что у вас там происходит, чтобы мы были в курсе и мы понимали, мои зрители, когда ждать вот этих ваших говнокомментариев. И вы знаете, когда я задаю вопрос, поделитесь своим опытом. Да, вот вы меня там чмырите, вы там начинаете мне рассказывать, что я жру овся на блины. Поделитесь своим опытом, поделитесь своими результатами. Когда я задаю такие вопросы, 99,9% отвечают, а мне не надо ходить, я не разжиралась до такого веса. Девчат, ну вот смотрите, ну тут уже не надо быть, не надо быть человеком, который в этом разбирается. Простой наблюдающий это может подтвердить. Когда у вас интересует какая-то тематика видео, вам YouTube рекомендует эти видео. Да, вот я, например, сейчас задумалась о аэрогриле. И мне сейчас идет постоянно, я раз посмотрела обзор, два, и мне сейчас постоянно YouTube подбрасывает эту информацию. Значит, вы интересуетесь этим, у вас есть проблемы, но вы не хотите их решать. Вы таким образом изливаете свою желчь, а не хотите над этим работать. Поэтому в данном случае очень, очень важно начать работать над новой версией себя. И то, что вам не надо стройнить, то, что вы просто пришли на мой канал, это просто ложь и обман. И вы себя этой ложью греете, да, вот, ну, девчат, мы же все взрослые девочки. Поэтому, когда я вам этот вопрос задаю, не пишите, что вам этого не надо, что вам это неинтересно. Я рада, что вы за мной наблюдаете, я рада, что вы меня поддерживаете таким образом. Мой канал, не меня, вы хотите меня выбить из, как говорится, из калии, у вас это не получится. Некоторые зрители мне писали о том, что, Лен, ну все, хватит, тормози. И вот эти 80 килограммов, это твое. Девчат, смотрите, почему пошла на минус 3 килограмма, хотя в проекте еще даже, если честно, минус 5. Почему? Потому что, ну, хочется мне эта циферка, минус 60. И вы знаете, эти 3 килограмма, они не отразятся. Вот поверьте, они не отразятся на внешности, если я снижу вес еще на 3 килограмма. Поэтому вот цель поставлена. Я вам очень благодарна за то, что вы переживаете, чтобы я выглядела хорошо, чтобы у меня вид не был уставший, чтобы я не постарела. Девчат, 3 килограмма роли не сыграют, это я вам гарантирую. И в декабре, вот в конце декабря мы с вами будем праздновать эту победу. Также я напоминаю, сейчас у нас такая идет неделя, черная пятница. Есть у меня Украину МОВНа группа. Присоединиться можно за абонемент. Сейчас есть акция. Если абонемент стоит 300 гривен, это разовый абонемент. Сейчас я там даю информацию по курсу сам себе нутрициолог. Я сама прошла и собрала все такое самое-самое необходимое, чтобы вы были также сам себе нутрициолог. И сейчас я сделала такую, знаете, черная пятница. Есть такое выражение. До конца месяца вы можете присоединиться в эту группу. Там мы работаем, там у нас проходят прямые эфиры. Это закрытая группа в телеграм-канале. Если вы хотите стать участником такой группы, пишите в комментариях, хочу в группу. И до конца месяца, ну, я так решила, немножечко вас простимулировать и дала такую возможность присоединиться за, ну, скажем так, по акционной цене. Поэтому пишите в комментариях, хочу в группу. Теперь, девчат, вот, собственно, я так много времени потратила на своих хейтеров, девочки. И мне даже, если честно, перед вами неудобно. Смотрите, была такая тема, насколько часто необходимо взвешиваться. Вот я, чтобы от первоисточника. Давайте, чтобы я сейчас не была многословна. Я сейчас зачитаю этот, ну, был такой опрос, скажем так. Так, 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 так. Сейчас. Сейчас, сейчас. Одну секундочку. Одну секундочку, девчонки. Я приношу извинения. У нас как раз, у нас сейчас как раз повитрена тревога. И пишут, что цель летит на Кременчук. Поэтому, поэтому, поэтому. Так, 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 так. Поэтому. Смотрите, девчата, а как у вас? Как часто вы взвешиваетесь? Как часто контролируете вес? Очень хочу услышать, девчонок, кто достиг поставленных целей. И у девочек с весом понад 100 килограммов. Ну что, поболакаем на тю тему? Ленчик, это манша. Я-то веду же вдячна. Вот вы знаете, я в своей группе, ну, те, которые я веду, вот, закрытую группу я веду. А остальные свои группы, я иногда захожу, поглядываю, да. Ой, интересуюсь, что там мои тростиночки. И вот я всегда вижу, что я чувствую, когда я могу зайти, да, вот, ну, что-то мне будет. И вот я у меня с вами, мы, наверное, с вами все-таки на одной волне, действительно, и мы единомышленники. Потому что у меня такая чуйка, когда я должна зайти. Так вот, в чем стоит вопрос? Как часто необходимо взвешиваться? Ну, давайте я расскажу сначала, как правильно взвешиваться, да, как необходимо взвешиваться для того, чтобы объективно видеть результаты. Конечно, взвешивание должно происходить утром. В любом случае, утром на голодный желудок. Вы еще ничего не ели, вы встали, пописали, еще что-то сделали, да, и взвесились на голодный желудок, при этом еще не пив воду. Это будет максимально объективный вес. Потом вы ходите, пьете воду, встаете опять на весы, и вес, естественно, будет больше. Поэтому, когда у вас, ну, скажем так, все чисто, вот тогда и необходимо взвешиваться. Важно ли взвешиваться в одно и то же время? Я бы не сказала, что важность того, что это одно и то же время, важно, чтобы это было на голодный желудок. Так делала я, так делают мои тростиночки, так делают мои участники марафона. Поэтому я также это всем рекомендую. Насколько часто необходимо взвешиваться во время снижения веса? Вот здесь я уже поделюсь и своим опытом, ну, и, естественно, теми наблюдениями и знаниями, которые имею. В этот момент, когда вы начинаете свой путь стройности, важно взвешиваться каждый день. Знаете почему? Потому что тогда вы увидите, видите динамику, да, вы просто обалдеваете от того, как вес уходит. Вот в моих марафонах, мне всегда девчата пишут, в марафонах с сопровождением, Лена, ты ведьма, Лена, тебя не ведьма, девчата. Вы выстраиваете свой режим питания, вы убираете простые углеводы, вы исключаете сахар, вы помогаете организму работать в правильном направлении. Поэтому, вот, первые, ну, может быть, пару недель, да, может быть, месяц, я считаю, что необходимо взвешиваться, чтобы видеть эту динамику, да. Возможно, первые две недели можно взвешиваться каждый день, потом, там, через день, потому что вес будет уходить. Если вы будете дотребоваться, придерживаться режима питания, обязательно у вас будут результаты. Если, конечно же, нет каких-то специфических, сопутствующих заболеваниях, где необходимо вмешательство врача, вмешательство доктора, да. То есть, это и гормональная какая-то терапия, но я об этом говорю. Если у вас с этим все более-менее ок, вы сразу увидите результаты. Я бы вам рекомендовала все-таки для самомотивации еще и вести дневничок. Я уже на эфире свой дневник показывала, самый первый. Он там лежит в стороне. На эфире я это все уже, так, знаете, перелистывала. Я это все записывала, я просто вау, вау, вау. Но сейчас есть такая возможность, можно просто сфотографировать вес и какие-то заметочки отправить, чтобы не вести дневник. Хотя дневничок очень важен, потому что тогда мы с вами контролируем, что естся, что заходит в наш организм. И мы видим, что очень часто туда заходят некоторые моменты лишние. Это очень важно. Теперь смотрите, какой еще момент. У меня вот эта привычка, эта привычка, не вот эта, а эта привычка была с самого начала. И придя уже к хорошим результатам, я, по-моему, уже пришла к минус 40 килограммов, у меня это стало уже навязчивой идеей. Вес пошел вниз медленнее. То есть первый месяц-два вес идет хорошо. Я об этом только что рассказывала, почему. Потом вес уже идет немножечко меньше. Вода основная слилась и начинается именно топка, скажем так, жира. А жир, естественно, уходит намного медленнее, чем вода. Поэтому, когда вы видите, что у вас вес уже там, да, если раньше, вот, кстати, кстати, тоже девчонки интересовались, и я хочу спросить у вас, я-то знаю, как у меня, вы напишите, как у вас, насколько часто у вас, насколько, как уходил вес, динамика снижения веса. У меня за первый месяц было минус 10 килограммов. И понятно, что из них это какие-то граммы были жира, а основное это была вода. Поэтому по поводу взвешивания, в самом начале я бы вам рекомендовала, чтобы себя немножечко замотивировать. Когда снижение веса идет уже медленнее, но при этом вы придерживаетесь режима питания, я бы вам рекомендовала на какой-то момент вот этот фанатизм к весам убрать. Почему? Потому что у меня доходило до того, что я утром взвешивалась, потом я иду в туалет, вот волей-неволей у меня весы стоят в туалете, в ванной комнате, я волей-неволей прыгаю на весы. Я понимаю, что я довожу себя до идиотизма и фанатизма. И когда я иногда не видела минус на весах, я начинала подъедать. Это было вот в первые два года моей стройности, даже я бы сказала в первый год. Поэтому в тот период я, знаете, вот такие у меня, скажем так, периоды взвешивания, да, я взвешивалась потом, когда я вижу, что я взвесилась, не вижу, что хочу, я начинаю подъедать, у меня этот процесс, знаете, вот такой начинается. Потом я день-два поела, потом начинаю себя включать. Лена, что ты делаешь? Встаешь опять на весы? То есть, частое взвешивание, когда вес уходит медленнее, меня он выбивал из колеи. У меня муж тоже смеялся, говорит, ты что там будешь смотреть, ты поела и сколько грамм добавилось? Ты что? И у меня, знаете, такая ассоциация была не очень хорошая. Поэтому я бы вам рекомендовала в начале стройности взвешиваться для мотивации каждый день до определенного периода. Вы сами по своему организму почувствуете, по своим ощущениям. Потом это снизить на один раз в три дня, допустим. Потом постепенно перейти на один раз в неделю. Но, есть одно но. Когда вес уходит, а мы понимаем, когда мы стройнеем с веса 100+, вес уходит, даже когда он снижается, динамика, он все равно уходит. Но в любом моменте приходит такой точнее момент, когда нам необходимо контролировать, какие продукты нам помогают стройнить, а какие продукты нам тормозят стройность. Вот с этим, конечно, мы и разбираемся в моих марафонах с сопровождением, кому это необходимо. Потому что есть девчонки, которые приходят, которые вообще ничего не знают, а есть девчонки, у которых вес, возможно, остановился. Кстати, если я не ошибаюсь, Лариса у меня в марафоне, и она ко мне пришла, говорит, Лен, у меня вес стоял. Мы зашли в марафон, вес пошел вниз. Понимаете, о чем я говорю? То есть я рекомендую, когда вот есть такие нюансы, все-таки контролировать вес в том числе, потому что, возможно, какой-то продукт, да, он правильный, да, он белковый, или жиры, да, либо сложные углеводы, но они могут тормозить саму динамику снижения веса. Поэтому в этом моменте необходимо все-таки понаблюдать, да, за своим организмом и посмотреть. Вот исключите, у меня, например, до определенного сброса килограмм, по-моему, килограмм 30 я сбросила, у меня с творогом вообще не было проблемы. У меня ужин был, на ужин был творог, да, на ужин у меня мог быть кефир, там, с псиллиумом, или кефир со трубями, например. То есть это было не проблема, организм отдавал. Но потом в какой-то момент гормональный фон переключился, да, и началось такое, что только я вечером поужинаю нормально, мне сытно, мне вкусно, мне полезно, я поужинаю творогом или молочкой, я на утром встаю вот такая вот вся и на весах, соответственно, плюс. Поэтому в этом моменте очень важно разобраться и понять. И когда, знаете, вот меня психологически очень выбивало, да, когда вот я понимала, я понимала, что, Лен, что ты делаешь? Утро, ты взвешиваешься. Вечер, ты взвешиваешься. День, ты взвешиваешься. Ночью встаю пописать, я взвешиваюсь. То есть это доходит уже к такого фанатизма. Постарайтесь вот проскочить этот момент, да, то есть вывести взвешивание хотя бы раз, там, если, ну, смотря в каком периоде вы находитесь, только на утро, да, не взвешиваться, не смотреть, потому что, девчонки, это вот, ну, это такая тонкая грань, когда это уходит вот в такую, скажем так, ппшную шизофрению, я бы, наверное, это так назвала, да, когда вот девчата об этом писали, я увидела эти комментарии, что я ночью встаю, я тогда встаю, я тогда встаю. Муж говорит, ты что, сходила в туалет, и это тебе нужно, типа, отправить отчет, сколько ты сходила в туалет. Вот это, вот здесь, в этом моменте, не доведите до шизофрении, ппшной, вот так это можно назвать, это очень важно. И вот девчонки писали о том, что когда вечером взвешиваешься, то уже знаешь, какой у тебя будет отвес. Возможно, ваш организм вы изучили больше, чем я, у меня не всегда совпадает, да, не всегда вот встала там такой вес, а утром просыпаюсь, а знаю, что у меня там будет уже минус 200 граммов, да, хотя уже у меня вес не 100 плюс, когда вес 100 плюс, там, естественно, будет большое снижение веса, да, килограммы, вот эти, которые уходят, 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 сливаются, я бы сказала. Но здесь у меня, я не знаю, сколько у меня будет. Были моменты, когда у меня было там, утром я вечером там взвесилась, да, посмотрела на утро, у меня там минус 300 граммов. Потом был момент, когда я взвесилась, тоже иногда такое было. На утро у меня минус килограмм, минус 100 грамм. То есть я не могу высчитать, скажем так, среднее арифметическое, от того, будет ли у меня какой-то отвес, ну вот девчонки писали, что я знаю, что у меня сегодня будет там минус такой-то. Ну скорее всего, и по-моему, комментарий был, Руся, от тебя, все-таки вес еще как бы 100 плюс, возможно, там как-то он у тебя идет, ну скажем так, ровненько, да, сейчас я просто не могу высчитать и понять, какой будет отвес. Я знаю, что отвес, я буду поддерживаться режима питания. Конечно, никто не может угадать, вот сейчас уже буду заканчивать. У меня в марафоне есть девочки, есть девочки, ну скажем так, не с критическим весом, но для меня понимание критический вес, это 100 плюс, средний критический 100 минус, ну и конечно, такой, ну лайтовый вес, это такой вот, ну скажем так, 70 плюс, наверное, 65 плюс, я бы сказала. Так вот, у меня есть девчонки, у которых, особенно вот в весе 60 плюс, да, вот так сказать, будет правильно. У нас в марафонах, это я говорю о тех марафонах, сопровождением, потому что, ну, эти истории у меня каждый день перед глазами, мы с вами работаем вместе. Есть девчонки, у которых, и девочки, если вы меня сейчас смотрите, кто, кого, кто себя узнает, поставьте плюсик, да, вот, чтобы люди понимали, что да, это действительно так. Мы можем две недели длиться марафон, сопровождением, у нас может неделю вес быть один, мы все делаем правильно, физическая активность, да, девчонки есть, кто занимается фитнесом, кто ходит на тренировки, кто сам по себе, у него активность очень высокая, да, это и мотиваторы наши, барбосяки, и другие какие-то активности, то есть человек не сидит, человек в движении. И мы заметили, что есть такой опыт, да, когда неделю вес может стоять, потом в какой-то один день только бабах и минус 700 грамм, да, то есть всю неделю, казалось бы, вес стоял, а потом раз и сдвинулся. Поэтому тут все такие нюансы, которые необходимо разбирать, я вам благодарна за то, что вы ко мне обращаетесь, как к специалисту, как к нутрициологу, со своим опытом, и со своими, скажем так, проблемами, которые вы не можете решить. Я уверена, что проходя марафоны, вы для себя находите что-то полезное, находите что-то нужное, и, конечно же, находите для себя такую мотивацию на то, чтобы не отступать, и на то, чтобы кто удерживать вес, кто идти дальше. В общем, девчат, я рада, я в очередной раз хочу повториться, я очень рада, что я нашла ту работу, то хобби, которое мне приносит радость, удовольствие, и я рада, что это работает и для вас. И моя мотивация, и мои знания. Все, мои хорошие, немножечко пообщались. Я очень хочу, чтобы это видео было для вас полезным. Кто досмотрел это видео до конца, потому что сегодня такое неприлично длинное видео, обычно у меня видео там 10-15 минут, я себе не позволяю занимать больше вашего времени, но сегодня я с вами разболталась. Поэтому, кто досмотрел это видео до конца, обязательно мне напишите об этом в комментариях. Мне будет приятно, что я все-таки не зря сижу тут, микрофон включаю, заряжаю. Кстати, разряжается он довольно-таки быстро. Когда-то был момент, когда я записывала видео, и так уже старалась, так старалась, а потом слушаю, там ничего, там только Лена разговаривает. Вот, кстати, когда вы мне писали о том, что Лена у тебя звук отстает от видео, писала когда-то уже практически разряженный микрофон. Ну вот зеленое вот это глазочек говорит о том, что вроде бы все ок. Я так аккуратненько его ложу, кладу, ложу, я надеюсь, вы мне в конце видео также напишите, какой был звук, нормально, ненормально, потому что мне что-то, девочки, с микрофонами не везет от слова совсем, к сожалению. Завтра с вами поделюсь одной очень интересной историей, историей стройности благодаря моим марафонам. Я очень рада, что марафоны приносят такие результаты. И у меня есть, не была, а есть девочка, которая переходит из марафона в марафон на протяжении уже восьми месяцев. Я уверена, что мы вместе придем к желаемым результатам. И есть зафиксированный результат, и сегодня, вот марафон же сейчас проходит, и сегодня вес еще меньше. Но завтра я вам все-все-все расскажу. Дождитесь. Очень интересная история и возможно для вас это станет мотивацией. Я очень хочу, чтобы каждая история моей тростиночки, моя личная история, мой опыт для вас был мотивацией. Все, мои хорошие. Я радовалась сегодня с вами пообщаться. Я хочу, чтобы это было взаимно. Я вас люблю, целую и ценую. Пока-пока.